Здарова, ребят! Короче, не было меня здесь давно. Состояние такое, что я как будто бы даже забыла, как снимать влоги, что рассказывать. У меня не то, что нет вдохновения, нет, скорее я впала в какую-то и не депрессию, у меня всё хорошо, у меня отличное настроение, у меня, ну, типа, всё норм. Это скорее, знаете, вот, когда не то, что не хочется ничего делать, но вот такое вот состояние очень, типа, лежать смотреть сериалы, снимать летсплей, убраться дома, вкусно покушать дома, не знаю, поваляться в уютной кроватке. Короче, лень. Вот как-то так я это называю. Мы со Славой приехали по делам, ну, по его делам сейчас приехали, потом поедем по совместным делам. Во вторник пойдём в квартиру нашу, будущую, в которой мы будем жить, с замерщиками будем делать там замеры, понятное дело, для того, чтобы начинать делать там дизайн-проект. Не знаю, когда мы сможем начать ремонт, потому что это зависит от того, когда будет готов дизайн-проект. Пока не загадываем ничего сильно вперёд, ну, я думаю, что за этот год мы там ремонт сделаем, вот, может быть, даже к следующему моему дню рождения, к следующему Новому году уже будем там жить. Не знаю, на самом деле, всё может очень круто измениться, очень резко. Скажем так, когда куча денег лежит у тебя, там, скажем так, дома, сделать ремонт быстро не тяжело, вот, потому что, конечно, ремонт, и вы сами представляете, это дело очень затратное, а учитывая мои вкусы и пожелания, мне хочется прям офигенный ремонт сделать, потому что, ну, квартира достаточно дорогая, это бизнес-лакшери дом, то есть как бы хочется, чтобы там всё было вот прям офигенно. Не знаю, сколько лет мы там будем жить, ну, типа, знаете, конечно, о таких вещах никто не думает, типа, насколько шикарный там делать ремонт, типа, в том плане, что будем мы там жить всю жизнь, или мы через, там, не знаю, лет 7 поймём, что что-то как-то там места нам мало, и вообще ещё что-то неизвестно, неизвестно. Очень радуюсь тому, что, ну, знаете, происходят в жизни какие-то такие моменты, которые могут изменить жизнь, изменить качество жизни. Я, конечно, не знаю, как я буду жить без нашего соседа орущего, и, честно, я, ну, я его так люблю, это странно, конечно, звучит, но я просто к нему так привыкла, он прям такой мне родной, всегда, когда он орёт, я радуюсь. Как бы жёстко это ни звучало. Он, скажем так, как весельчак такой в нашем подъезде, кто не в курсе, у нас в доме, я не знаю, в нашем подъезде или в соседнем, есть какой-то мужик, который орёт, и по ночам орёт, и днём орёт, ну, типа, по-разному, утром бывает орёт, тут как бы зависит от того момента, когда мы проснулись, или когда мы ещё не уснули, в общем, когда услышим, тогда и услышим. Всегда по-разному, иногда он долго не орёт, я начинаю нервничать, переживать, вот, а когда он орёт, я прям, как бы жёстко это ни звучала, ну, и, можно сказать, радость, потому что я сразу останавливаю все свои дела, вот так вот сижу и слушаю, и думаю, господи, что же он там орёт, всегда пытаюсь прислушаться, о чём он там орёт, что там такое-то, знаете, я как, не знаю, как вот сплетница какая-то, мне интересно послушать, чё там. Это, конечно, ужас, но мы со Славой уже многие выводы сделали, что, типа, там всё нормально, там с ним живёт какая-то женщина, которая тоже иногда орёт, и, как бы, это всё на протяжении долгого времени, поэтому мы, как бы, со Славой сделали выводы, что там всех всё устраивает, ну, как бы, чё поделать? Страшно, конечно, но я к нему так привыкла, что не представляю даже, чё делать буду без него, не знаю. Из старой квартиры, ну, из этой, в которой мы сейчас живём, не думаю, что мы что-то будем забирать, какую-то мебель, потому что, понятное дело, планируем сделать всё дизайнерское, по цвету, по пекстилю. Я думаю, что, конечно, заберём какую-то технику, разумеется, наш новый телевизор, который у нас в спальне висит, понятно, компьютеры все, ну, как бы, вещи, одежду, какие-то мелочи, понятное дело, и то, я думаю, что при переезде ещё столько брохла выкинется, хотя, вы знаете, я каждые, там, полгода, если не чаще, дома, ну, разбираюсь и выкидываю кучу всего ненужного, и кучу вещей отдаю, и, на самом деле, мне так из-за этого грустно, потому что я смотрю какие-то там свои видео, фотки, думаю, блин, прикольная кофточка, где она у меня? А потом я вспоминаю то, что я её отдала, ну, типа, причём реально, я думаю, что было бы у меня больше места дома для вещей, я бы не отдавала столько вещей, потому что, действительно, я, бывает, отдаю очень хорошие, классные вещи, которые, ну, как-то можно стилизовать, ещё что-то носить, но из-за того, что они у меня, типа, уже не суперновые, из-за того, что у меня появляются новые вещи, мне некуда новые вешать, класть, ну, короче, это такое... Мне, скажем так, как блогеру, грустно. Я не считаю, что у меня много, на самом деле, одежды, у меня её немало, но, действительно, действительно могло бы быть намного больше, если бы у меня было больше места в доме для этого. Вот, что рассказывать? Последнюю неделю мы со Славой смотрим сериалы. Собственно говоря, всё. Смотрим сериалы, я снимаю летсплей, мы снимали реакции. Надо, кстати, новую снимать уже, а то давно не снимали. Вот, у Славы на канале как раз недавно вышла реакция, которую он очень долго монтировал, потому что он не записал экран, и это, конечно, жесть, просто жесть. Там приходилось всё супер вручную сводить, подставлять, это очень много времени занимает. Ещё выпуск такой долгий мы сняли, ну, короче, жизнь. Вот, сходила, сделала маникюр позавчера, педикюр тоже такого же цвета сделала. Очень нам радуюсь. Я, кстати, сняла своё колечко с брюльянтом большим, которое Слава мне дарил, когда предложение делал. Сейчас хожу вот с этим. Единственное, что, знаете, я всё-таки как будто бы иногда думаю, типа, блин, было бы клёво, чтобы у нас со Славой были одинаковые, потому что это такое тоненькое, но, с другой стороны, оно такое аккуратненькое. Вот, просто когда рядом колечко с брюльянтом, очень красиво смотрится. Ну, так тоже нормально, просто выглядит очень таким, типа, тоненьким, как будто бы не очень серьёзным. Но, как бы, это не важно. То есть, и так понятно, что я замужем. Кстати, эту тему я уже перестала обсуждать, хотя люди всё равно постоянно на меня что-то там бывает гонят. По поводу того, что я достала со своим, типа, замужем, муж, муж. Ну, типа, это же понятно, это же эмоции, и со временем они, скажем так, утихают, и ты уже привыкаешь к своему положению, что да, ты замужем, у тебя муж, и как бы всё классно, клёво. Вот. Чё ещё мы делаем? Мне надо к зубному записаться. Даже не знаю. Очень не охота, если честно. Больше месяца назад мне делали процедуру Вектор. Это глубокая очистка под дёснами. Это не очень, ну, типа, не больно. Ну, так, может, неприятно немножко, но, короче, не больно. Быстро достаточно делается эта процедура. Там какими-то ультразвуками что-то так-то вычищается. Ну, короче, это всё для того, чтобы всё там было чистенько, стерильненько, потому что мне нужно сделать мини-операцию такую. Ну, на самом деле, ничего страшного, сложного. У меня на одном зубе опущена десна, то есть прям видно полностью зуб, как будто, ну, как бы длинный такой зуб. Это выглядит не очень симпатично. Но когда я говорю, там, смеюсь даже, сильно открываю рот, этого не видно. То есть это будет видно, только если натянуть губу вниз. Ну, и, короче, врачи говорят, что мне нужно, в общем, отрезать, наверное, типа подрезать десну, натянуть её, чтобы закрыть вот это оголение. Оно мне никак не мешает жить. У меня там нет какой-то чувствительности, чтобы мне было больно пить и есть. Единственное, что у меня появилась, какая-то чувствительность на жевательных зубах. Причём там даже виниров нет, ничего. То есть не знаю, почему. Мне даже зубы чистить бывает больно с той стороны. Прямо вот очень какая-то странная чувствительность. Иногда бывает, я какую-то конфетку ем или ещё что-то, и туда попадает. То есть там ни дырка, ничего. Именно вот как будто бы с дёснами, что-то не знаю. Ну, короче, надо мне к зубному сходить, сделать этот вектор, потом через неделю после вектора сделать как раз эту операцию, которой я боюсь. Капец. Я шла на большие какие-то риски, ну, типа, те же виниры сделать, не знаю, губы, там, нос вколоть, да, вот это всё, подбородок. Вот, и мне страшно просто, чтобы мне натянули десну и зашили. Не знаю, просто есть вероятность того, что не получится так сделать, не получится эту десну натянуть, зашить сбоку как-то, и придётся отрезать кусок либо моего нёба, либо щеки, я не знаю, для того, чтобы закрывать. Я не знаю. Я это не представляю себе. Это жесть. Но есть риски просто того, что у меня зуб нафиг вывалится, и это, конечно, будет стрёмно. Одно дело у Славы, зуб выпал где-то сбоку, его видно только если он смеётся, а если у меня вот здесь какой-то зуб выпадет, это будет пипец. Потому что я буду говорить, и когда я буду говорить, я, наверное, вот так вот буду разговаривать, чтобы никто не видел, ну, потому что это жесть, у меня будет видно, что там нет зуба. Тьфу, нахер от меня. Не надо мне такого ужаса. Короче, жду Славу. Завтра у нас планируется фотосейшн с Настей Фетт, на какой-то прикольной локации. Надо будет встать рано, очень не хочется. Не хочу вставать рано. Смотрим сериал «Хороший доктор». Офигенский сериал просто. Я не знаю, вообще мне безумно нравится. Там, короче, врач-аутист, и он всякие какие-то там у него махинации в голове. Он, типа, всё классно запоминает, он видит там решение проблемы самыми сложными какими-то способами, но наверняка... Ну, короче, он прям, грубо говоря, как рентгеном видит иногда, что с человеком не так, с больным. И, короче, сериал про больницу, про хирургов, про операции сложные. В каждом выпуске там разные какие-то операции в каждой серии. Короче, безумно интересный сериал. Мы уже на втором сезоне, на второй, по-моему, серии. Реально очень-очень советую, если вам интересно, как там, что внутри происходит, какие-то сложные ситуации, какие-то операции, как спасают людей, как принимают на скорой, когда какие-то большие аварии. Ну, короче, не знаю, это прям... Некоторые серии прям такие тяжёлые, грустные, некоторые... Ну, просто интересные, реально. Очень хороший сериал. Я не знаю, как так вообще мы его нашли, наткнулись. Короче, в последнее время мы прям по сериальчикам загоняемся, загорелись. Чего мы уже посмотрели? Мы посмотрели архив 81 про чувака, который чинит кассеты. И там тоже всякие мистические какие-то штучки. Тоже прикольный сериал. Что мне понравилось, то, что он уже законченный. То есть он такой, ну, типа как мини-сериал. Я люблю такое. Люблю, когда законченный сериал. Ну, как бы, когда не ждёшь серии. Вот это мне понравилось. Потом, чё мы смотрели со Славой после архива 81. Что-то мы смотрели. Я досмотрела Наследие. Вот то, что отсняли новые выпуски. Всё, никак не могу посмотреть секс в большом городе. Вот это вот продолжение. То, что вышло. Всё, никак не нахожу на это времени. Ну, просто я одна не смотрю сериалы обычно. Вот. То есть то, что Наследие я посмотрела, это буквально там, я не знаю, сколько, шесть серий я посмотрела. Вот. Одна я не смотрю, поэтому... Поэтому и всё никак нет времени досмотреть. Но на самом деле, лучше бы я какими-то делами начала заниматься. Мне абсолютно нечего выставлять в Инстаграм каких-то фоток. Да и фоткаться как-то нет особо желания. Ну, в том плане, что надо выходить из дома, что-то делать для того, чтобы фоткаться, как-то наряжаться, вставать пораньше. Поэтому не знаю, ей-богу. Зато за это время, пока я сидела дома, я научилась плести косички. Вот сегодня как раз тоже хотела заплести, но не было времени, надо было уже выходить скорее. Очень нравится мне играть в House Flipper. На моём втором, кстати, канале игровом. Ссылку оставлю в описании. Я сейчас в неё играю. И сегодня хочу снять ещё один выпуск. Вот из того, что я скачала. Ну-ка, вот этот диван. Ну, кстати, не огромный. Потому что у меня там очень много изменений. И, не знаю, мне прям безумно нравится. Это, конечно, дичь. Не знаю, может быть странно. Типа, мне 24, а мне нравится House Flipper играть. Ну, на самом деле, я понимаю, что люди все разные. Кому-то нравится смотреть сериалы, кому-то нравится лежать там смотреть кино, кому-то там... Ну, у всех свои, как бы, скажем так, приколюшки. Скажем так, вид отдыха, досуга, не знаю. Мне вот нравится иногда поиграть. Вот. Ещё мне написали, чтобы я Dying Light играла. Там какое-то дополнение есть к первой части. Я в него не играла. Надо будет тоже, кстати, поиграть. Отвыкла так от зомби, капец. Ну и скучаю при этом. Там на машине можно будет ездить. Второй Dying Light, к сожалению, я не могу к себе установить на комп, потому что он только идёт на Windows. Не знаю, а мы пока что не пришли к тому, чтобы покупать комп на Windows домой, потому что... Ну, всё-таки Let's Play — это скорее как дополнительный какой-то контент, несмотря на то, что я всё-таки создала отдельный канал, уже, кстати, даже подключила там монетизацию. Короче, всё равно это больше как дополнительный контент. Я не знаю. Мне просто это иногда больше нравится снимать, потому что, знаете, когда влог, вот типа как сейчас, мне же нужно что-то рассказывать, чем-то делиться. Вот у меня сейчас всё, что происходит в моей жизни, ну, как бы я не могу этим делиться. То есть я вам рассказываю только то, чем я могу делиться. А есть куча разных других моментов, которыми я не могу делиться, потому что это слишком личное, или это, ну, как бы не надо всем знать. Тоже, знаете, такие моменты. Поэтому мне и не хотелось ничего снимать, потому что последние дни всё, что у нас там происходило, всё, что мы обсуждали, какие планы строили, не строили, это всё, ну, как бы личное. И поэтому я думаю, блин, ну вот чё мне снимать? Чё мне на влог-то рассказывать? Снимать, как я убираюсь? Ну, да. Но при этом же я хочу о чём-то болтать. Короче, не знаю, в каком-то вот я немножко таком состоянии, типа всё в порядке, но просто как будто бы вдохновения нет именно на контент. То есть у меня всё классно, клёво, но вот вдохновение, я прям чувствую, что я его откуда-то должна получить, не знаю, чтобы что-то произошло. Вот, например, я должна чем-то сейчас загореться. Там, ремонтом, да, дизайн-проект, начать ремонт, ездить, выбирать какие-то там, не знаю, мебель домой, там, не знаю, краску ещё. То есть какие-то вот должны быть такие вот штучки, которые меня будут заставлять и вызывать у меня желание двигаться, что-то куда-то поехать, что-то туда-сюда, там, не знаю, поехать куда-то на отдых, там, не знаю, ходить на какие-то экскурсии. То есть вот мне не хватает немножко чего-то такого, чего-то другого, чего-то того, чего у меня нет каждый день, для того, чтобы у меня было желание и было о чём что-то рассказывать. Ну, в общем, сложная ситуация такая, действительно не хватает какой-то смены обстановки. Может быть, да не может быть, а реально нам надо со Славой поехать на дачу и пару дней там пожить, заодно решить там проблемы, которые есть. По поводу счётчика я вам рассказываю. Это на самом деле такой геморрой. Взрослый один. Короче, разобраться с этим, но сейчас мы тоже не можем поехать на дачу, потому что у нас есть некоторые дела в Москве. Я не знаю, всё так запутанно. Короче, фиг знает, время покажет, как говорится. Так что жду Славу, как только он придёт. Мы планируем поехать в Атриум. Не знаю сейчас, на что нам там делать. Мне там нужна кое-какая косметика. Может быть, посмотреть что-то из одежды. Завтра у нас фотосессия. Ну, типа не то, что там целый лук собирать. Может быть, там джинсы какие-то глянуть светлые там. И вот желания даже деньги тратить нет. Что-то покупать, что-то вот... Я каждый день хожу в этом костюме. Офигенский. Просто офигенский. У меня ещё такой зелёный. Вот я даже, не знаю, мне так в нём хорошо. Он такой тёплый, такой уютный, такой вот классный. И новый такой. Вот прям вообще радуюсь. Поэтому я даже никакой одежды не хочу. Я вот реально, клянусь, каждый день хожу в этом костюме. Я, правда, не каждый день из дома выхожу, но вот последние 3-4 дня мы выходили из дома, ездили по разным делам там. С братом ездила тоже по делам. И в сторис даже не выхожу. А я не знаю, что рассказывать там. Не знаю, может вы меня как-то вдохновите в комментариях. Что реально, ей-богу, мне просто нравится снимать летсплей и смотреть сериалы. Но я понимаю, что уже нельзя, уже всё, уже очень долго это продолжается. Нужно уже как-то начинать сторисы снимать, какие-то фотки делать. Ну вот завтра фотосессия будет, посмотрим. Надеюсь, сделаем классных фоток. Но всё равно много не сделаешь. Там такая локация, типа декорация. Ну, как бы, скорее всего, это будет одна крусель. Понимаете? Ну, короче, не знаю. Что-то лента у меня в последнее время хромает, потому что, ну, ничего особо не выставляю, нечего. Так, мы приехали в Батриум. Машин почти нет на парковке. Господи, жизнь активная. Куда-то ходить, где-то быть очень непривычно стало для меня в последнее время. Кстати, всё-таки думаем со Славой начать ходить в бассейн. Хоть куда-то, хоть что-то. Потому что вот этот сидячий образ жизни, он очень вредит здоровью. Да и, в принципе, бассейн это неплохо. Мы со Славой оба с кривыми спинами. Как учила меня Молотова, снимать можно везде. Давайте проверим. А что, общественное место? Имею полное право. Так, ребята, мы пришли в Зару. Я выбрала вот такие джинсики померить. 34 размер, кому интересно. Сейчас сразу джинсики ненавижу. Вот такая кофточка. Не знаю. Она тут такая, типа, завязывать надо. Ну, я много всего взяла, поэтому сейчас буду мерить. Всякие кофточки, топики какие-то. И яркие тоже взяла. Поэтому, ну, не знаю, по поводу этой кофты я еще подумаю. Но джинсы точно, да, прикольные. Хочу вам показать то, что мне не нравится. Короче, мне нравится очень вот эта штучка. Она вот так вот выглядит. Поняли? Ну, просто футболка такая. Ну, как, типа, топ. Думаю, господи, с чем же вот это носить? Такую странную вещицу. Короче, я не придумала. Выглядит не очень реально. Поэтому нафиг. Не мое. Не знаю, как такое носить. С чем такое носить. И... Это, знаете, такая дополнительная вещь для многослойных луков. У меня с этим трудности. Мне чем проще, тем лучше. Это очень стрэндж. Я чувствую себя, как будто бы мне 12. Не знаю. Мяшно, конечно. Наверное. Такая, типа, рубашка. С заборами. Здесь такие завязки. Не знаю. Зай, что думаешь? Вопрос конкретно про что? Про это. Зай. Она тебе не надо. В смысле? Но мне не надо. Так, Зай, смотри, как тебе этот верх. Очень нравится. Очень нравится? Конечно. Прикольно. Ну, с другими джинсами можно. С черными. С высокой талией. Классный цвет. Закрышка. Какая-то ужасная кофта. Вот это вот расстояние. Оно как бы для сисек, как будто. Ну, короче, это я просто к тому, что это... Что за херня? Либо я размер не тот взяла. Выглядит отстойно. Просто ужас. Так, и можно сказать, последнее. Вот такое платье. Не знаю, вообще немножко стрэндж. Хотя в целом прикольно. Я даже представляю, какие фотки можно секси сделать в этом луке. В принципе, это ужасно. Вот. Единственное, что я думаю, вдруг зеленое будет лучше. Но мне так лень мерить. Но зеленое наверняка будет интереснее. Я лишь ладно, померю. Когда я смотрю на это платье в зеленом цвете, я думаю, что оно мне и в черном не нравится. Может, мне вообще такое не надо. Так, ребят, мы со Славой закончили шопинг. Я вам в итоге дома покажу, кто я взяла, когда буду раскладывать. Взяла черное платье. Тот зеленый топик, который Слава сказала взять. Потом вот как белая такая тоже топик, футболка. Взяла еще три. Но других цветов. Потому что мне очень понравилось. Я понимаю, что я в них даже смогу типа спать, носить под кофты какие-то. Ну, как бы, как маечку такую. Прикольно. Люблю такие штучки. Короче, мы сели в ресторан. И сидим и смотрим там на вокзал. Ну, на самом деле, мы туда не смотрим, если честно. Вот. Наслаждается. Да, у Славы салат Сезарь. Сейчас мы ждем два стейка филе миньон с картошкой фри. Покальчик вина. Не знаю, кстати, вкусно и интересно. Мне кажется, что шопинг немножко вдохновил меня. Типа, знаете, я такая, о, у меня есть новые футболочки. Надо там, не знаю, пофоткаться в них, еще что-то. То есть такие какие-то мелочи, которые немножко, ну, типа радуют. От радости ты немножко вдохновляешься. Кстати, вот этот ресторан, где мы сейчас со Славой сидим, по-моему, мы здесь не разу не сидели даже. Сейчас посмотрим, насколько вкусные стейки. Так, ребята, посмотрите, какой маленький кусочек стейка. 3000 стоит. Кошмар. Картошечка фри, вино. Так что сейчас будем кушать. Надеюсь, что это будет очень вкусно. Рассказываю, вообще я люблю, когда мясо, оно как бы не сырое, но с кровью. То есть, чтобы оно было сочное, но не сырое. Вот это немножко больше прожаренное, чем мне хотелось бы. В целом вкусно. Единственное, что от того, что надо слегка... Ну, короче, вот если бы полминуты, наверное, не держали его на огне, наверное, было бы самое то. Просто у Славы медиум. У меня медиум вел. Да, зай? Медиум вел у меня. Вот. И, ну, короче, как будто слегка... Слегка хотелось бы, чтобы было поменьше прожаристого. Не знаю. Вот стейки, это на самом деле... Мне кажется, такой талант должен быть, чтобы сделать идеальную, золотую какую-то середину. Потому что я не люблю, когда сырое, но я люблю, когда с кровью и когда есть сок. Чтобы мягкое было. Потому что мое не особо мягкое, и тут какие-то куски вообще... Смотрите, как будто бы я их просто на сковороде дома пожарила жестко. То есть вот это еще куда не шло, но все равно... Не, на самом деле вкусно, как бы по вкусу вкусно, но прожаристое больше, чем мне хотелось бы, вот так скажу. Так, ребят, мы уже вышли с рейстика и зашли в какой-то магазинчик. Я набрала мармеладок. Ну, не очень много всяких там попробовать, но я примерно знаю, какие я люблю. Ну, типа, вот такие я не люблю точно. Вот эти не люблю, вот эти, вот эти. Короче, зашли в магазинчик, тут всякие разные вкусняшки необычные. Блин, а что за печенье было такое? Только не милка, а другое какое-то чудо. Наверное, чудо вкусное, со всякими желейными вкусняшками. Ммм, прикольно, короче, что всякие сладости необычные, которые просто так нигде не встретишь. Прикольно. Так, ребят, мы уже пришли домой, и Вивочка уже проверяет мамину покупки. Сейчас я вам покажу, что я взяла, но я думаю, что вы и так догадываетесь, что-то я вам показывала. Вив, вот такую футболку взяла, ну, обычная. Я думаю, ты сама чувствуешь своим носом, что, ну, как бы ничего такого. Вот такую взяла кофточку папе, очень понравилось. Ну, вы, ребят, видели, как я в ней выгляжу? Ну, не знаю, на самом деле, у меня были сомнения по поводу этой кофточки. Типа, насколько я вообще захочу ее часто носить. Ну, уже пофиг, как бы. Вот такой свитерочек размера МСки, к сожалению, не было. Ну, может быть, это и неплохо, не знаю. Ну, такой просто обычный такой вот свитерочек. Может быть, он быстро испортится, не знаю. Блин, тут какая-то... А, нет, показалось. Я думала, какая-то зацепочка. Просто какая-то ниточка. Все-таки я взяла вот это черное платье. Не знаю, я подумала, что, блин, я умею теперь косички делать. Друг будет прикольно с косичками, с этим платьем. И еще тут катушка от моего свитера, от моего костюмчика. Вот такую взяла беленькую тоже. Типа, типа как вот эта, если честно. Я долго думала, может, что-то из этого не брать. Вон, Вивочка все проверяет. Но я подумала, что все равно они разные. Тут пуговички миленькие. Все равно для фоток, для каких-то видео пригодится. Тем более, что, по сути, не так уж и много по денюжке вышло. Еще взяла вот такую. Подожди, она что, другая? Она что, отличается? А, нет, показалось. Короче, взяла вот как белую футболку. Я мерила вот такую еще зеленую, бежевую и черную. Потому что вот такие, знаете, типа базы она должна быть. Еще мне понравились вот такие носочки. Хоть я их и не мерила, но подумала, что, не, ну, может, с платьем не очень будет. Но все равно взяла, что-то понравилось. Думаю, ладно, пусть будет. Так, еще кое-какую косметику взяла. Вам покажу отдельно уже там, где косметика у меня лежит. Так, джинс. Вот такие джинсы, которые я превосмерила. Ну и получается, в принципе, это все из одежды. Из косметики вот это. Сейчас вам покажу. Я взяла вот такой вот, значит, хайлайтер от Dior. Недавно у меня была фотосессия, и там мне визажист сделала макияж. И она показала мне два хайлайтера. Один Fenty Beauty, но, к сожалению, его не было там. Такого оттенка, который нужен. Но был вот такой Dior, который тоже мне визажист показывала. Единственное, что он как будто бы немножко в розовинку отдает. Не знаю. Но я пробовала на руке, и было очень красивое сияние. Не знаю, как увидеть. Ну, короче, не, прикольное сияние. Мне нравится то, что я вижу. Такое сперламутрый какое-то. В любом случае, мне нужен был новый хайлайтер. Хотя у меня есть старый, но у него постоянно ломается крышка, и для меня это уже просто все. Уже я не могу как бы таким пользоваться. Мне это, честно, неприятно. Хотя это хороший хайлайтер, которым я пользуюсь всегда. Но я не могу его с собой даже взять на дачу, в поездки, потому что, ну, как бы будет вообще трэш. Крышка откроется, и все пойдет по жопе. Ну, в общем, вот такой у меня был. Так, следующая гея. У меня уже почти закончилась вот такая штучка. Ну, типа румяна для скульптурирования. Вот видите, уже все тут. Тут уже не косметика, а дно. И я взяла еще одну, потому что это уже просто невозможно. Три часа я ей крашусь, чтобы цвет какой-то набрать. Поэтому я взяла новенькую. В любом случае уже как бы можно было обновить. Это не значит, что это я сейчас выкину. Может, я буду с собой на дачу брать. Надо посмотреть срок годности. Ну, короче, взяла новенькую. Вот оттеночек. Так, как это называется? Для светлой кожи очень хорошо. У них там два таких оттенка. Один потемнее, другой посветлее. Вот у меня тут, который посветлее, потому что кожа светлая. Где тут оттеночек нарисован? Такая. Я хотела другой оттенок этого хайлайтера. Есть светлее, более белый. У меня более розовый получился, потому что там не было нифига. Ни одного хайлайтера, который я хотела. Ни другого, который я думала, если что, ну, если одного не будет, возьму другой. Ну, короче, неприятно. Так, сейчас я эту штуку сниму. Так, вот. Вот получается такой. Это оттенок 02. Очень красивая упаковка. Она тут такая мягенькая. Прям прикольно. Еще я взяла жидкий корректор. Я давно хотела себе такой. Ну, не корректор, а скульптор типа. Мне вот в мак сказали, что он у них в одном цвете, в одном оттенке. Но он подходит всем. Вот так он выглядит. Вот такой он прям коричневый. Вон, видите. Ну, мне сказали, хорошо он, короче, размазывается как надо. В общем, по моему плану сначала вот это, а потом сухое. Делать дело. Ну, не знаю, попробуем. Но я давно хотела. Потому что мне, ну, как-то не хватало скульптурирования. Побольше хотелось. Ну, такая вот кисточка. Думаю, ей можно будет и как раз таки попробовать. Ну, мне в мак сказали, что она подойдет для того, чтобы такие штучки наносить. Но, если честно, я в этом немножко сомневаюсь. Но, в любом случае, взяла кисточку вот такую. Вот с дедушкой болтаем. Да, дедуль? Как в Грузии дела, расскажи. Как погодка? Погодка сейчас хорошая у нас. У нас, кстати, тоже уже... Завтра у нас будет 14 градусов тепла. У нас сегодня 3 или 4 было тепла. Представляешь, все тает. Уже весной пахнет. Такой воздух уже весенний начинается. Ну, и что есть же дневней, что у вас. Что там еще в март месяц будет. Да. Марток, одевай 100 портков. Такая послужба цена была. Ну да, что вроде тепло, а можно заболеть. Да. Ну, можно так тепло и бить, там, порой хорошая погода там. А потом раз, погода сразу здесь будет. Так что вот, болтаем с дедушкой, обсуждаем всякие дела. Мы уже долго с дедушкой болтаем. Да, дедуль? Да. Обсуждаем. Бизнес. Бизнес, да. Дела. Короче, ребята, я сделала прическу. Уложила волосы, посушила на Dyson. Сейчас я сажусь снимать летсплей. Это для влога. Это я и для себя тоже говорю. Накрасилась. Кстати, очень нравится вот этот хайлайтер, который я взяла, который вам показывала. Так что я доволен. И сейчас начинаем все это снимать. Чищу все ненужное. Подключаю программу, которая записывает экран. И звук из игры. И записывать этот микрофон одновременно. То есть на монтаже мне нужно сопоставить экран, на котором идет уже звук игры и мой голос вместе. То есть я при монтаже не могу, например, сделать свой голос выше игры. То есть как записано, так и есть. За что купила, за то и продаю. Вот. И получается, что надо на монтаже просто соединить то, что с камерой и то, что с экрана. Очень легкий монтаж. Так. Аккумуляторы заряжаются. Так что все. Я начинаю снимать летсплей. Не забывайте про мой второй канал. Я вам уже сказала. Не знаю. Попробуйте, посмотрите. Может вам понравится. На этом я заканчиваю влог. Надеюсь, что вам понравилось. Буду стараться побольше снимать. Нужно входить в какой-то активный ритм. Ну, в принципе, новые вещи меня немножко вдохновили. Ну, просто на то, чтобы выходить из дома. Сходить в ресторан. В целом, мне понравилось, как мы сегодня день провели активно. Так что вот. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока. Пока.